2400 километров за 24 часа. Старосколец Дмитрий Тугалуков на мотоцикле за сутки доехал из Старого Скола до Мурманска. Своими впечатлениями байкер-дальнобойщик поделился с Ириной Бойко. Проехать почти 2500 километров за сутки сложно даже в комфортном автомобиле. Путешествие без сна и отдыха на мотоцикле тяжелее вдвойне. Эта поездка – личный рекорд Дмитрия Тугалукова. Главная трудность, признается байкер, не качество дорог. На всем протяжении было одно ровное, а автозаправки они встречались крайне редко. Ко мне в Москве друг присоединился, и мы с ним в шлемах рации, переговорились по рации. Две самые ходовые фразы – это было «Красиво у вас тут, но холодно». И вторая веселая фраза – «Давай доедем до нормальной заправки». Я знал, что там есть такая проблема, поэтому брал с собой канистру специально 10-литровую, вот приходилось с нее на трассе доливать. От самого пути впечатлений немного. А вот по приезду в Мурманск мотоциклист только и успевал фотографировать. Одно из ярчайших воспоминаний – посещение старинного рыбацкого поселка Тереберка. В европейской части России Тереберка является единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Здесь проходили съемки фильмов «Левиафана» и «Дуэлянта». Фото на фоне знаменитого скелета кита сделать не удалось. А вот еще один обязательный пункт посещения северных краев нашей Родины выполнен. Первый день немножко было облачно так. Зашел по коленке в океан холодно, так как в родник, ну как в нашу вон речку. На следующий день хорошо солнышко припекло, по их меркам где-то градусов 17-18. Жарило прям и тогда я уже осмелился, разделся и забежал и нырнул в океан. Холодно, но нужно было сделать. Конечно, была прогулка и по самому Мурманску. Легендарный город-герой Советского Союза, один из 12. Тоже вот, кстати, было в планах посетить все 12 городов-героя Советского Союза. Вот это не хватало у меня Мурманск и Смоленск. Вот Мурманск я посетил. День мы погуляли по Мурманску, посетили знаменитый атомоход «Ленин». На пристани он стоит. По центру погуляли. 2400 километров от Староваского до Мурманска. Дмитрий Тугалуков, преодолев это расстояние, сдал очередной норматив Всемирной мотоассоциации «Айронбат». Наградой байкеру-дальнобойщику станет международный сертификат из Соединенных Штатов Америки. Теперь нужно отослать отчет, где приложить карту, чеки с заправок, тайминг по маршруту. И тогда потом придет с озера Мичиган, придет письмо с грамотной нашивкой, значок. Железный конь верно служит хозяину уже 7 лет. На этом байке Дмитрий Тугалуков проехал 100 тысяч километров по дорогам России, Украины, Белоруссии и Грузии. На следующий год у мотодальнобойщика новая цель – Байкал. Расстояние от Старого Оскола до самого глубокого озера на планете – более 6 тысяч километров.